Депрессия Давайте называть вещи своими именами Депрессия на самом деле это психическое расстройство Я не люблю вешать ярлыки, не люблю такие слова как болезнь и так далее, но это так Депрессия это психическое расстройство и характеризуется оно именно патологически сниженным настроением Спестимистическая оценка себя, своего положения в окружающей действительности и своего будущего Депрессия это неплохое настроение в норме, от которого можно как-то отвлечься, переключиться Занять себя какими-то приятными делами или решить свои какие-то текущие проблемы и задачи, тогда она проходит Нет, депрессия это состояние, которое надо лечить Депрессия в настоящее время, и многие авторы говорят о том, что наступил век меланхолии Очень распространенное состояние, от 5 до 15% населения страдают депрессией Конечно, это зависит от страны, в которой проводились эти исследования Вот, например, 15% это последнее исследование по данным из США А 5% это где-то в районе Нигерии То есть дело не в стране, конечно, дело в выявляемости Потому что далеко-далеко не все пациенты из депрессии обращаются за помощью И по статистике женщины болеют вдвое чаще мужчин Почему? Опять же по статистике женщины чаще обращаются за помощью Вот, чаще приходят и так сложилось, что женщине не стыдно что ли плакать Жаловаться на плохое настроение и проблемы в жизни А вот распространенность алкоголизма и самого печального последствия депрессии Самоубийств больше всего именно среди мужчин Депрессия это болезненное состояние Это не плохой характер Какой-то природный пессимизм Это не лень, это не безволие И точно так же, как никто не пытается, например, отвлечься от язвы желудка Или от сахарного диабета Вот сейчас вот я возьму себя в руки и моя язва затянется Точно так же и депрессия имеет свои признаки, свои симптомы Как любая болезнь, опять же я повторяюсь много раз, но ничего страшного Вот, выделено красным, написано очень мелко, потому что симптомов их очень-очень много Здесь я постаралась перечислить самое основное Красным выделены так называемые осевые, то есть обязательные симптомы депрессии Которые могут проявляться в разном виде Самое основное это подавленное настроение Подавленное настроение именно по сравнению с присущей человеку нормой Мы все очень разные Есть там холерики, сангвиники, оптимисты, пессимисты И поэтому именно важна норма не в целом, в среднем А именно у конкретного данного человека Критерий в течение двух недель Он обязателен для всех симптомов, перечисленных ниже Вот невозможность получить удовольствие от чего бы то ни было Утрата обычных интересов Есть такое красивое слово ангидония Вот это как раз об этом И очень часто пациенты жалуются именно на то, что Мне ничего не надо, мне ничего не хочется, мне ничего не интересно Любые занятия, которые раньше когда-то приносили удовольствие Да даже обычные домашние дела Не хочется вообще ничего Краски поблекли Так, ладно, еще не время Другое это потеря энергии, активности, повышенная утомляемость Слабость в той или иной степени Да, просто от ощущения усталости, какой-то вялости, разбитости До очень тяжелой потери энергии, когда человек вообще не может встать с кровати Не может подняться И родственники подносят еду Не может встать, чтобы совершить какие-то элементарные действия Умыться, почистить зубы и так далее Остальные симптомы, они вариабельны Они могут быть, могут не быть, проявляться по-разному Например, заторможенность Либо наоборот, какое-то беспокойство Тревога Ощущение, что вот-вот случится что-то плохое Может быть, плаксивость, обидчивость Больше, чем обычно Когда просто, ну, слово не скажи И сразу начинаются слезы Потеря аппетита и веса Как правило, бывает состояние наоборот Когда аппетит усиливается Нарушение сна Это бессонница Это один из самых главных симптомов депрессии Часто люди приходят за помощью именно по поводу бессонницы Не обращая внимания на какие-то другие проявления Да, снижение либидо То есть не хочется вообще ничего Ухудшение памяти и внимания Человек становится вялым во всех отношениях Рассеянным Сложно собрать мысли в кучу Сложно работать, сложно учиться Появляются мысли Депрессия, она влияет не только на настроение Но и в целом на восприятие самого себя И окружающей действительности человека Меняет его мысли Появляется идея о том, что Я не так хорош И вообще я неудачник Все плохо Да, ничего не будет Жизнь скоро кончится И дальше нет никакой перспективы И самое неприятное Самое такое опасное Это суицидальные мысли Суицидальные действия Депрессия — это группа состояний Группа состояний Вызвана различными причинами В настоящий момент Теорий возникновения депрессии Их множество Есть основные причины Их можно выделить Почему в основном возникают Депрессивные состояния Генетическая предрасположенность Есть так называемые Эндогенные депрессии Эндогенные, то есть Вызванные внутренними причинами Как правило Прослеживается какая-то Наследственная предрасположенность В моей практике Нередко бывали случаи Когда лечишь маму Потом через год, полтора, два Приходит дочь или сын Да, это может быть связано С какими-то семейными проблемами Но как правило Там другие причины И это именно Особенности нервной системы У нас у всех есть предрасположенности К определенным состояниям И заболеваниям Да, такие Слабые места У кого-то желудочно-кишечный тракт У кого-то эндокринная система А вот у кого-то это психика Поэтому часто такое бывает Когда ничего не предвещало беды Все в жизни стабильно Все хорошо Никаких каких-то явных причин И бац Хотя бац бывает довольно редко Обычная депрессия Она подкрадывается постепенно И начинается Как правило Именно с ощущения То, что ничего не радует Да, вот та самая Ангидония Безрадостность Потеря интереса к окружающему Только потом Начинают наслаиваться Другие симптомы И депрессия углубляется Психосоциальные факторы Что имеется в виду Это какие-то сложности Проблемы в жизни любого рода Для женщин, например В основном это связано с семьей Это ситуации развода Конфликтов супружеских Конфликтов с детьми В целом общей неустроенности жизни Бывают ситуации Когда что-то происходит внезапно Например, либо развод Либо смерть, утрата близкого человека А бывают ситуации Которые длятся годами Например, конфликты Правда, говорю Да, и Это всегда индивидуально Такие у мужчин Это больше проблемы Связанные с работой Либо с самоутверждением В обществе Тоже внезапная потеря Безработица Большие долги Конфликты Предприниматели Нередко становятся Моими пациентами В отделении неврозов Что еще может стать Причиной депрессии Это соматические заболевания Какие-то инфекционные состояния Туберкулез Сифилис Вот этот список Очень большой Эндокринные заболевания Сахарный диабет Много-много всего И депрессия Она может быть Не только вызвана Этой болезнью Она может стать То есть болезнь Может стать таким Стрессом Для человека Например, онкология То есть когда Пациенты узнают о том Что у них тяжелое заболевание О том, что предстоит Операция, лечение И вроде как бы Часто такое бывает Что уже все прошло А настроение Очень долго не может Войти в норму И это становится Причиной депрессии Особенности личности Да, все мы разные Замечено, что Определенный склад Характера Действительно Тот самый Природный пессимизм Завышенные требования К самому себе Список Большой Его можно перечислять Очень долго И особенности Определенные Характера Они могут Также способствовать Появлению депрессии Если говорить Именно о патогетезе О причинах О внутренних механизмах Депрессивных состояний Тут тоже Нет общего мнения И теорий Их множество Если Говорить о том Что О самой Такой Самой распространенной У нас на сегодняшний момент Теории Что такое депрессия Это нарушение Тонкой биохимии Нервной системы Это очень упрощенно Связано С С нарушением Обмена Серотонина Народреналина Что это такое Серотонин Народреналин Это Вещества В нервной системе Которые отвечают За нашу активность Память Внимание Настроение Восприятие И когда В определенных участках Головного мозга Не хватает По тем или иным причинам Этих веществ Возникает депрессия Вот и так Если вкратце Какие бывают депрессии Депрессию безусловно Можно разделить По степени тяжести От легких К тяжелым Легкие депрессии Пациенты Как правило Редко обращаются С легкими депрессиями За помощью И именно Это состояние Воспринимается Вот Безволие Лень Вот Проблемы какие-то Навалились Я не могу С этим справиться Люди ходят В таком состоянии На работу Ходят в этом состоянии На работу Стараются Как-то себя Чем-то занять Переключить В общем Легкие депрессии Не настолько сильно Нарушают Жизнь человека Чтобы Прийти к специалисту Тяжелые депрессии Они уже Требуют Более активного Вмешательства И стационарного Лечения Как правило В своей практике Я конечно Имею больше К средним И тяжелым депрессиям Но мы Дальше Перейдем К этим особенностям Депрессии Бывают простые Сложные Простые Когда Присутствуют В основном Симптомы Именно сниженного Настроения И что-то Может быть Выражено сильнее Например Тоскливая Или апатическая Депрессия Депрессии Сложные Когда К проблемам С настроением Присоединяются Какие-то другие Симптомы Каких-то других Состояний Например Тревога Или панические Атаки Или проблемы Со сном Какие-то Навязчивые Мысли Действия То есть Сама структура Она усложняется Отдельно Я бы хотела Рассказать Про так называемые Маскированные Депрессии Что это Такое Это когда На первый план Выходит Проявление Какого-то другого Заболевания Как правило Соматического Пациенты Ходят По терапевтам Неврологам Другим специалистам Обогащают Клиники Омска Как правило К нам приходят Уже вот с такими Историями Болезни МРТ Всего тела Множество Обследований Которые Абсолютно Не нужны И в итоге Те симптомы Которые Предъявляют Пациенты Те жалобы Например Стойкие боли Где-то Головные боли Какие-то Другие Неприятные Ощущения В теле Депрессия Это обезьяна Всех болезней И очень Ну Была пациентка За год Жалуясь На боли В желудке Она сделала Более 32 ФГДС То есть Одно То ФГДС Сделать Это надо Собраться Более А 32 Периодически Приходят Пациенты Прооперированные Тоже Жалобами Например На стойкие боли В животе Диагностическая Аляпароскопия Принимают За проявление Аппендицита И так далее Операцию Сделали Ничего не нашли Жалобы Сохраняются Длится Это все Годами Потом В итоге Приходят к нам И Получают Уже тогда Адекватную Помощь Депрессия Это то Что проходит Если ее Лечить Конечно Депрессия Это Определенный Промежуток Во времени Это Приступ Скажем так То есть Вход в депрессию И есть Из нее Выход Депрессия Без лечения Может длиться Годами И очень Серьезно Нарушать Жизнь Человека Так вот Рассказать Про лечение Антидепрессантами Потому что С этим Связано И С помощью И с лечением У психиатра С нашей работой Связано Очень много Мифов Антидепрессанты Это Не волшебная Таблетка Счастья Безусловно Если В основе Депрессии Лежат Например Конфликты Какие-то Травмы Развод С супругом Или с супругой Потери Человека Безусловно Антидепрессанты Жену не вернут И Проблемы С начальством Не решат Но Антидепрессанты Действуют Именно на те Механизмы Депрессии О том О чем я говорила Выше Именно влияет На биохимию Нервной системы Антидепрессанты Всегда назначаются Только врачом Принимаются Они Длительно И действуют Постепенно Лечат Они Только депрессию Потому что Здоровый человек Принимая Антидепрессанты Ничего Кроме Побочных Эффектов Не получит То есть Антидепрессанты Влияют Только на Патологически Сниженное На Нормальную Грусть Тоску Печаль Они Никак Не повлияют Мне Очень часто Приходится Слышать Такие Слова От Пациентов Например Я Не хочу Сидеть Сидеть Антидепрессанты Что Что значит Сидеть Это Наркотики Назначаются Они Длительно Именно В силу Особенности Депрессивных Состояний И В силу Особенности Своего действия Потому что Эффекты Появляются Постепенно И Депрессия Это Не Ангина Это Не Антидепрессанты Не Антибиотики 10 дней Пропил И Все Ангина Симптомы Прошли И До Свидания Нет Антидепрессанты Еще Одно Такое Расхожее Мнение Лекарства Сделают Из Меня Зомби Нет Правильно Подобранное Лечение Современными Препаратами На Активность Трудоспособность Внимание Даже На способность Управления Автомобилем Никак Не влияет Но Опять же Правильно Подобранное Лечение Лекарства Или Психотерапия Действительно Лучше И то И другое И Всегда Решает Врач Какой Из Методов Лечения Он Будет Наиболее Эффективным Лучше Конечно Их Сочетание Потому Что В зависимости От Тяжести Депрессии Например Если Эта депрессия Эндогенная Вызвана Генетическими Причинами Без лекарств Здесь Не обойтись И в случае Тяжелых И средних Степеней Депрессии Тоже Без лекарств Не обойтись И лекарства Являются Таким Такой Основой Они Подготавливают Почву Для дальнейшей Психотерапевтической Работы Для того Чтобы изменить Какие-то Определенные Установки Человека Его Отношение К жизни Его Отношение К ситуации Когда Речь идет О более Легких Депрессиях Можно Ограничиться Психотерапией Но Опять же Всегда Это Может Решать Только Врач Кто Лечит Депрессию Депрессию Лечат Врачи Психиатры Психотерапевты На самом деле Это Большая Проблема Потому что Очень Малый Процент Пациентов Обращаются За помощью Именно К правильным Специалистам Идут К кому Угодно В лучшем Случае К терапевтам К неврологам В худшем Случае К экстрасенсам Бабушкам Знахаркам И так Далее Самые Невероятные Истории Пророй Приходится Слушать Хотя Бывает Такое Что Бабушки Сами Отправляют К врачу И говорят Нет Дорогая Тебе К психиатру Слава Богу Не все Потеряно Идут К психологам Куда Угодно Но К врачу Психиатру Нет 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 Масса Предубеждений И к сожалению Из-за этих Предубеждений Люди Страдают И не получают Правильной Помощи Дальше Я бы хотела Немножко Прорекламировать То место В котором Я работаю Вот Телефоны Доверия Телефон Психотерапевтического Отделения Понимаете Специалисты Есть В Омске Но За специалистов Нашей больницы Я могу Вручаться Амбулаторное Психотерапевтическое Отделение Можно записаться По телефону И получить Консультацию Специалист Совершенно Бесплатно Вопрос Обязательно Будет Про Учет Что такое Психиатрический Учет Как такового Учета На данный Момент Нет Если вы Обратитесь По тем Или иным Причинам За помощью К врачу Психиатру Нашей больнице Бюджетного Учреждения Конечно То что Вы к нам Обращались Это останется У нас Наших данных Но На жизнь Это может Появлять Только в том Случше Если вы Собираетесь Работать Где-то В правоохранительных Органах Тогда да А в остальных Всех случаях Каких-то Последствий Так вот Записывайте Телефоны Амбулаторное Психотерапевтическое Отделение Телефон Доверие Есть бесплатные Номера Там дежурят Врачи-психиатры Психологи Можно получить Адекватную Помощь Специалистов Все записали? Нет? Меня Вы можете Найти Вконтакте Я как правило Отвечаю на сообщения Если вдруг Появятся Вопрос Именно ко мне Вот Ну и Будьте счастливы Любите Друг друга Тогда Депрессия Будьте счастливы Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому